МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На полном серьезе, честно, сегодня снилось. Я сегодня раз в восемь за ночь просыпался и смеялся. Представляешь, первый сон снится, короче, выходит голый Трофим с гитарой и поет там, знаешь, за окошком снегирин. Тащат куст рябиновый. Я начал потом во сне как бы представлять, как 200 снегирей тащат... Вот. Им еще один клест помогает. У него же... Я только отсмеялся, проснулся, сходил в туалет, все, лег. Ну, понятно. А у меня же ремонт идет. Думаю, надо мне в другую комнату перелечь, а то здесь вообще краской воняет. СМЕХ Когда этот ремонт закончится, вообще непонятно. Вот она, Явь из Британии, а отнюдь не сон. Новым премьером Великобритании назначен лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон. О! Представляете, сколько надо было аватару собрать, чтобы премьер-министром стать. А покажи, Саш, это вот это он, да? То есть, да. Консервативный парень, действительно. Он стал самым молодым премьером с 1812 года. Вот, кстати, по поводу самого молодого премьера. Молодой. С 1812 года. Это теперь все знаменитые вот эти вещи на Даунинг-стрит. Не нужны этот лифт для инвалидного кресла там. Да-да-да. Это же освободилось. Да? Я подумаю. Нет, для Саши это брусья. И как деревянные игрушки. Вот такая заводная, лишь только я. Как сообщают газеты, которые тут же стали обсуждать со всех сторон фигуру господина Кэмерона, он в юности баловался марихуаной. Ну, это вот накопали на него. Представляете, он до сих пор явно думает, что его все еще не отцепило. Говорит, е-мое, я уже премьер-министр стал. Да когда же это пройдет-то? Надо поесть. Да он... Ну, это что ж такое? Я уже и на велике езжу, чтобы продувало. Уже борща поел такой, все, сверху, самого жирного. Ну, что ж такое? Сереж, мне пугает твоя осведомленность в этом вопросе. Ну, я читаю литературу. Друзья, очень важная информация. Кэмерон, да, Дэвид Кэмерон является пятиюродным... Внуком Елизаветы Второй. То есть королевская династия теперь уже фактически начинает управлять Великобританией. Это очень интересно. Я не знаю его из династии Стюартов, так что там вся семейка такая. А, Стюардесса? Ну, в принципе, да. Да. Так вот, друзья, представьте сейчас, пятиюродный внук королевы. Уже премьер-министр. Уже премьер-министр, а принц Чарльз все сидит и герань подрезает. И она говорит, Чарли, ты белье отжал там в Англии? Смотрите, вице-премьером Дэвид Кэмерон назначил лидера либерально-демократической партии Ника Клега. То есть коалиционное правительство получается, да? Да. Подожди, это получается коалиционное правительство, это получается не один человек управляет стороной, как бы, а два? Это где ж такое видано? Чтобы два, мало бы, два человека и стороной управляли. Уходит эпоха, как говорят некоторые англичане, и сам Гордон Браун, уходит эпоха Гордона Брауна. Ну, как она уходит? Давайте попробуем вспомнить, чем запомнилось время Гордона Брауна. Давайте, чем запомнилось время правления Гордона Брауна? Ну, вот эти его поездки, вот, хотя он не ездил-то никуда. А помните, он, там был конгресс? Ну, это не он там выступал. А помнишь, вот эти, подожди, решения его, вот эти? Нет, там без него решения. Это же, да. Хоть чем-то запомнился. Хоть взял бы, хоть, я не знаю, меню в ресторане бы поджег, но хоть что-нибудь бы сделал. Человек ушел и ничем не запомнился. Кто? Мы, походу, забыли, о ком речь вообще идет. Ребят, мы о ком говорим-то сейчас, подожди. Напомните, о ком речь-то шла вообще. Как его зовут? Кого? Как? Браунин. Браунин. А, да, у меня, у меня бритва, браунин. О чем мы за бритву-то заговорили вообще? Жилет. Пацаны, о чем мы здесь живем? Жилет, жилет купаться, бассейн. Ё-моё, я... Меня бы бассейн МХАТ. Берега, подожди, я что-то вообще все запутался. Слушайте, я не знаю, кто там ушел, но, по крайней мере, я знаю, кто сейчас придет, друзья. У нас сегодня в гостях актер, режиссер, педагог школы-студии МХАТ. Просто очень веселый человек. Это, я бы сказал так, бонус. Игорь Золотовицкий сегодня в гостях актере Терри Скилл. Вот, друзья. Слушайте, мы очень остроумны. Мне страшно. Если бы Гордан Браун выглядел так, друзья, его бы все запомнили. Игорь, присаживайтесь, пожалуйста. Мы хотим начать поздравления. Мы не случайно дарим вам эту воду. Спасибо. Да, спасибо большое. В качестве приветствующего. Дистиллированную воду очищенную. Я думаю, друзья, сегодня, вот сегодня... Я думаю, я не скажу ни одного слова сегодня, пожалуйста. Подождите, подождите. Вот ведь вклинился. Вот, вот клинет. Главное успеть. Дело в том, что сегодня и вчера в Московском художественном театре прошла премьера спектакля постановки Игоря Затовицкого по пьесе нашего общего друга Николая Гоголя «Женитьба». Давайте вам поздравим с премьерой. Спасибо большое. Дорогой Игорь. Поздравляем. Спасибо. Мы поздравляем Гарик с премьерой. Спасибо, Сережа. Дело в том, что мы поздравляем. Гарик сейчас до сих пор смотрит. Да, я знаю. Он просил меня, поэтому он говорит, ты пойди посиди за меня. Тетушка, посидите за меня. Да, вот абсолютно. Вот это именно там. Да. Дорогой Игорь, ну мы хотим, во-первых, поздравить вас с премьерой, во-вторых, обсудить огромное количество новостей, которые накопились за время вашего отсутствия. Ваня, с вами новости обсуждать одно удовольствие. Нам уйти? Да, пацаны. Давайте. Значит, что за новость? А, ну вот. Новость, которую мы попросим прочитать нашего гостя Игоря Золотовицкого. Пожалуйста, друзья. Это будет интересно для всех. Значит, в ходе официального визита Дмитрия Медведева в Анкару принято решение об отмене визового режима между двумя странами. Россия и Турция. Россия, да. А то есть смехи, товарищи. Шарка. То есть ежегодно в Турции отдыхает более двух миллионов российских граждан. И хотя стоимость туристической визы не так высока для Вани, 20 долларов на 60 дней, отменить визы решено, и, ну, и все, и после этого уже там, а, вот еще подожди, подожди, да, да, да. И россияне смогут беспрепятственно находиться на территории Турции в течение 30 дней подряд. Аналогичная возможность появится и у турецких туристов, приезжающих в Россию. Я бы сказал, у миллионов турецких туристов, которые любят отдыхать в Геленджике у нас. Чтобы от русских отдохнуть. А ну-ка, да, да. Кстати, да. А теперь как это? Значит, друзья, давайте представим себе, да, 20 долларов. Плюс. Плюс. То есть не надо тратить 20 долларов. Ну, все мы прекрасно понимаем, что такое 20 долларов для российского туриста. Бутылка виски. Другой валюты не существует. Как минимум. Соответственно, вместо визы. Смотри, что было раньше. Да. Идешь до границы, покупаешь визу. Расстраиваешься. Настроение плохое. И так уже сухо. Да, да. После самолета. А сейчас что? 20. Виски уже стоит. Там виски стоит уже. По дороге раз, выпиваешь веселый автобус, проезжает мимо гостиницы. Сразу начинается? Сразу за куртками. Сразу начинается экскурсионная программа. Экскурсия, да. Кто-то уже такой раз. А где ваш микрофон включает? И шутки идут. Ха-ха, едем, е-мое. Нормально, отдыхаем. Нормально. Ты знаешь, этих людей узнаешь? Я знаю этих людей. Я очень хорошо знаю. Игорь из Тюмени. Я вам хочу сказать, это мы про одного говорим 20 долларов. А если Саша, допустим, выезжает с семьей, это уже... Это уже 30 долларов. Это уже 30 долларов. Вот же, вот же как выезжает-то. Жену, жену сюда, ребенка туда и все. Большое платье. Да не большое платье, не большое платье. Друзья. Кстати, никто не задумывался, а почему именно 20 долларов и что вот это? А я объясню, Саш, потому что в эту стоимость, в эту стоимость визы включены очень многие вещи. Такие вещи, как халат в ноги. Да. Там, почти. Там очки, пепельница, разбитое зеркальце у скутера, прокусанный... Прокусанный банан, да. Банан. Сколько раз было, когда человек кричал, Виталя, смотри, я без рук. Ха-ха, и сзади за бананом. И потом, и плавно, а кусает так сильно, что воздух из банана плавно переходит в этого человека, да. И люди пересаживаются. И потом уже на Игоре едут из Сюмени. Игорек, ты мне как там? На самом деле, вот 20 долларов, раньше как было? Раньше как было? Все же старались вот эти 20 долларов, потраченные на визу, и все старались отбить. Да, конечно. И поэтому фраза вот, Юр, ты что кастет надеваешь на дискотеку? Ребят, я 20 долларов заплатил, дай мне отдохнуть. А когда человек выезжает, когда наш Игорь из Сюмени... А почему не Сергей и Свердловска? Да, хорошо, Сергей и Свердловска. Допустим, да. Из Свердловска города нету, но он все еще есть. А Сергей-то есть. Сергей и Свердловска выезжают из Турции, да? Он туда все женщин приглашает. Да. Так. Он, значит, выезжает из Турции, и на таможене говорят, подождите, это что? А где Игорь? А где Игорь? Что у вас за пальма? Он говорит, так, я 20 долларов платил, да, так что эта пальма едет в Свердловск. Вот так. Я говорю, у тебя с Игорем из Сюмени смешнее. Дорогой Игорь из МХАТа. Да, 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 друзья. Мы попросим вас, дорогой Игорь, прочитать следующую новость. Авторы отклоненного... Не, не, нет, сейчас, вот отсюда, от депутата в Госдуму. Вот, вот отсюда. И вниз. Они очень остроумные. Я в жизни лучше, астриотиманин. Ну, все, театральный артист. Ну, я вообще, я остроумный такой вообще. А мы в жизни тоже вообще другие. Вот поводы меня ждет. Сейчас закончится, да, такая, такая... Вон, с капельницей Сашку ждут. Мы совершенно другие в жизни. Ребят, платье моё там, не мните. Аккуратно. У нас мы другие люди. Видите, да? Так, сейчас, сейчас, секунду. Я готов читать. Поехали. Давай. Депутаты... Еще раз, ребят, я не уйду, пока не прочту это. Дормально. Депутаты... Вы тут научились уже читать новости, а это первый раз. Сложная задача. Ну, это вообще, это потрясающе. Все, поехали. Вот отсюда, еще раз. Депутаты Госдумы отклонили вчера предложенный справедливоросами законопроект, предполагающий установление налога на предметы роскоши. Большинство от «Единой России» сначала эту законодательную инициативу популист... А, на... Да, действительно. Друзья, премьера, премьера, перед вами режиссер. Я не читатель, понимаешь. Какая премьера без банкета, да? Так. Нет, ну, я что... Подождите, дайте, 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 дайте. 70 слов за минуту, это твердая четверка. Вань, прочитай еще раз. Друзья, депутаты Государственной Думы отклонили вчера предложенный справедливоросами законопроект, предполагающий установление налога на предметы роскоши. Большинство от «Единой России» сочло эту законодательную инициативу популистской и, по сути, бессмысленной. Да нет, да нет. А мне не сказали. Бессмысленно. Ну, что за фарс? Ну, какая, ну, роскошь. Ну, что вы... А что вы говорите? Какая роскошь? Праведливоросы. Вы чего? А вот теперь я попрошу маэстро Золотовицкого прочитать, а что, собственно, считается роскошью, по мнению авторов законов. Недвижимость стоимостью от 15 миллионов рублей. Подожди, 15 миллионов. Да, недвижимость – это роскошь уже. Автомобили, яхты, катера, самолеты стоимостью от 2 миллионов рублей. Такие предметы, как драг металлы, драг камни и другие драги. И изделия из них. Нет, ну это очень весело. Квартиры, я думаю... Квартиры, роскошь, квартиры от 15 миллионов рублей. То есть все те, кто живут у нас в Москве, дом Када... Да, уже роскошь. Все в роскошь. Я представляю себе, как... Купают. К бабушке в Биберево подходит милиционер, звонит участок. У нее однушка. У нее однушка? Да. Да, и сын живет с семьей. И он сразу ей говорит с порога, ну что роскошная моя? Что и лично. Ну все, давай, в налоговую дуй. Не, 15 миллионов на квартиру, но это еще... Что за самолеты? 2 миллиона... 2 миллиона рублей. Кстати, один раз я летал в таком самолете. Маленький. Маленький. Из Якутска в Анады. Ага. Там этот... Это которые олени разгоняют? Это где, знаешь, когда дверь... Нет, все, думаешь, где стюардесса? Да что ж такое там? Где стюардесса? И открывает, и пилот с едой. Курица, рыба. Все, идет, идет, и потом смотри, смотри, что он делает. Он взять одну руку и держится. Потом руку убирает, оказывается, он на жгуте обратно. Там такой самолет и что? А я на таком самолете из Чебоксара летал, и был до 7 утра. Значит, мы все такие, пусть спектакль, 7 утра. И человек идет в роскошном костюме, прекрасный, без багажа вообще, и с фляжечкой коньяка в дупелину. Просто он никакой. И вот так вот по колено грязный, ну, как будто он в глине стоит. И он такой. И я понимаю, что он очень образован, потому что он говорит, а самолет, вот этот вот, ну, за 2 миллиона самолет, с винтовой из Чебоксара. И он говорит, да, а он такой, он с нами летит. И он говорит, да, друзья, все это, конечно, не Вивальди. Слушайте дальше. Слушайте дальше. Он со стороны, все на автобусе приехали, он со стороны поля. А он идет со стороны поля. Да, друзья. Вот они, двухмиллионные. Вот они, двухмиллионные самолеты. Ну, слушайте, а самое главное, что не только депутаты думают о роскоши, но и мы. Еще воды? Нет. Так, переходим. Переходим к следующей важной теме. Герой дня. Называется статья от 14 мая. Билл Клинтон. Экс-президент США предложил себя в качестве лотерейного приза, чтобы расплатиться по долгам жены. Клинтон разослал миллионам людей электронные письма, предлагая провести один день с ним в Нью-Йорке. Чтобы поучаствовать в лотерее, нужно заплатить 5 долларов. Это шикарный подарок. Целый день. Разрывной. Все, ай, где эти билеты продают? Давайте мы узнаем, давайте мы представим себе, как проходит день Билла Клинтона. Ровно в 4 утра. Представим. Он встает, выпивает таблетки. Какие? Ну, какие, для того, чтобы дальше заснуть. Принял таблетки. Принял таблетки, грелку налил в горячей воды опять. Все, заснул. В 10 встает, просыпается, взвешивается. Так. Минут 15. Потом взвешивается голый, ну, чтобы сравнить. Да, да, да. Потом волосы из носа выстригает. Задумчиво. Да, потом пластырь никотиновый отлепляет. Потом подходит, берет программу телевизионную, берет вот такие круглые очки и оваликом отмечает, что будет смотреть. Да. Пошел с собакой, поиграл, побросал ей бумеранг. Да. С собакой уже человеческим голосом говорит, ты бы хоть бы раз тарелочку бросил, бумеранг-то возвращается. Весь в синяках уже. Весь в синяках уже. Да, я хоть что-нибудь поймаю. Да, я хочу поймать что-нибудь. Зачем мне зубы вставил? Да. Ну и так далее. Вот. Потом в пятидесятый вечер лежит на аппликаторе Кузнецова. Ну чтобы, чтобы работало. Ну чтобы, да. Потом пояс собачьей шерсти надевает. Корсет, да. А собака лысая прячется. А собака, да, да. Ну ровно вот так выстрижена у нее. Да, да. По коробу. Когда она выглядит, она говорит, какая тебе тарелочка, ты посмотри на тебя. Ты быстро лежит. В общем, друзья, вы понимаете, насколько бессмысленно проходит день у Билла Клиттона? Ну и понимаете, что этот день с Биллом Клиттоном выглядит какая-то 20-летняя стриптизерша. И весь день она. Опаньки. И весь день она говорит, это у вас с Кузнецовом аппликатором, да? Ну он все. Ты сама думаешь, 5 долларов. Могла 5 долларов. Гамбургер купить. Нет, все, что заработало за все. 600 билетов взяла. Вы слушайте, я представляю себе, как будет проходить лотерея. Вот как будет, Игорь, как будет проходить лотерея? Какие варианты? Лотерея будет происходить. Возьмут огромный барабан. А, то есть 7 утра. Ну конечно, а как же. Канал МБС. Да конечно. Белку возьмут. Нет, нет, выходит это самый знаменитый ведущий. Назовем ее Кубович. Давайте. А он у них тоже самый знаменитый. Я думаю, что будет большой лототрон. Как эта музыка? Я вот все время забываю, которая крутилась. Тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Это ну погоди. И такие шарики для пинг-понга. Номер 7. Синхронное плавание. И так люди заполняют дома. Сидят. Ты Клинтона проверяешь? Я проверяю. Синхронное плавание. Конечно, да? Если будет этот самый. Стирать нужно будет. И люди стирают. А монетки? Клинтон. Второй. Клинтон. Подожди. Иди-ти-ти-ка. Миксер. Да. Не сошлось. Не сошлось. Три Клинтона выигрыш. АПЛОДИСМЕНТОР Знаете, а вот мне кажется... Ну, в общем, такой день, да. Ну, да. Что вы хотели за 5 долларов? Да. Правильно. 5 долларов. День Клинтона. 5 долларов и стоит, правильно. То ли, дешевле, будешь плачать за 11. Вот и да. Вот так разрывается. Она говорит, смотри, сейчас я вилами в жену попаду. СМЕХАЕТСЯ Это того... СМЕХАЕТСЯ 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 Вот это за 11 так дистанет. СМЕХАЕТСЯ Подожди, подожди, я сейчас отцу пороху вместо табака в трубочку нацеплю. А давай, давай зеленые помидоры красными раскрасим. С утра выйдет... СМЕХАЕТСЯ Только вчера посадились. АПЛОДИСМЕНТОР Друзья, вот такая информация. Но это ничто по сравнению с тем, Саша, что ты почему-то надеваешь тельняшку. Почему ты, Саша, вдруг надел на себя этот атрибут морской жизни? Нерадивые коллеги мои, вы не знаете, что... Я готовлюсь... Черноморский флот. Нет, нет. Я готовлюсь ко встрече с настоящей звездой. С Нептуном, Саша? Нет. Он не существует, Саша. Нет, с настоящей международной звездой. Саша, вот теперь понятно, почему Сашка напялил тельняшку. Так звучит стихи песни, которая будет написана. Друзья, вчера в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес», который проводит компания «Боск и дичельежи» в Москве, на Казанском вокзале... Ай, это очень важно. Это мой вокзал. Да, вот у нас присутствуют руководители. На Казанском вокзале впервые на каком-нибудь вокзале в нашей стране прошел показ величайшего модельера современности... Самого? Жана Поля Готье. Жан-Поль Готье сегодня в прожекторе «Пэрисфил». Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Очень приятно. Здравствуйте. Очень милые полосочки. Добрый вечер. Очень приятно. Я принес вам немного черешни с вокзала. Специально для вас. Друзья, Жан-Поль принес с Казанского вокзала. Черешни, да. Это, по-чему, цикала так же сюда попала в нашу программу. А давайте, Саша, ставь. Взятка – дело благородное. Присаживайтесь. Дорогой Жан-Поль, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем с новой коллекцией. Как прошел вчерашний показ? Показ прошел очень хорошо. Я впервые представляю свою коллекцию в Москве, и для меня это большая очень честь. Шоу прошло замечательно, и русские девушки, я должен сказать, модели просто великолепные. О, большое спасибо. Спасибо. Великолепно. Вот попросил человек макароны, а мы пирожные. Болжебный язык. Назовем так. А я понимаю, почему именно Казанский, наверное, потому что ведь на Казанский уламбаторский поезд приезжает доверху, груженный именно Готье. Можно сравнить просто, качество можно сравнить. Расскажите, пожалуйста, правда ли это, что первая леди Франции, Карла Бруни, долгие годы была моделью ваших шоу? Да, действительно, она много раз принимала участие в моих шоу на ТВ. Первое грандиозное шоу с ее участием состоялось еще в 70-х годах, оно называлось «Дим-дам-дам». Она выступала в качестве соведущей, она сидела на вращающемся стуле и говорила «Добрый вечер, я Карла». Дело в том, что мы обнаружили фотографию, Жан-Поль, с последнего показа, в котором принимала участие Карла Бруни как модель. Вот, это фотография. Дело в том, что, помните, у вас пропали вещи с показа? Вот, друзья, Карла Бруни убегает. Тогда я помню, я бежал за своими вещами, она хотела их унести. Конечно, конечно, да. А потом вы увидели этот пиджак на Николя Сарказиев. С перешитыми пуговицами. Перешитыми пуговицами. Ну, давайте мы обсудим событие, которое несколько проигрывает по статусу событие, которое случилось на Казанском вокзале. Но, тем не менее, тоже важно. Это Каннский фестиваль. Мы хотели бы с вашей помощью прокомментировать не только тех людей, которые ходят по красным дорожкам Франции. Которые ходят по красным дорожкам. И в России тоже есть красные дорожки. Красные коврики, да. Да. С вашего позволения, мы, если можно, вот мы бы начали. Вот, например, да. For example, that one. I should say, like, beautiful, beautiful bottom. Nice bottom. Хороший, да. A lot of expression, let's say. Вот смотрите, так вот. Как вы думаете, чем занимается эта девушка в свободное от фотографии время? Угадайте ее профессию. I suppose she is not a... Ну, во всяком случае, она не политик. Я подозреваю. Хорошо. Ну, как в целом наряд вы оцениваете? Что-то, может быть, добавить туда. Немного материала вообще на девушке. Но я думаю, что она просто пытается показать, что самое лучшее в ней есть. Да, все самое лучшее. Да, поверьте, на мужа одежды еще меньше. Сейчас мы вам покажем. Да. Следующая фотография. Приготовьте сейчас. Пожалуйста. Мой бог. А тут много очень экспрессий в ее ногах. Помните вчера, когда показ начался у вас, и какая-то женщина кричала, а электричка-то будет? Электричка-то когда отходит с пятого пути? Вот. Чего я больше всего вижу, так это ее губ и ее ног. Спортивные губы и ноги. Ноги очень даже. Так, вы же знаете такого известного русского персонажа, как Григория Распутин? Да. Дочь. Так, это уже другой человек. А, она очень хорошая. Очень хорошая. Секси-готик. Немножко сексуальной готичности. Сексуальная готика. Готика, да? Готика. Назовем мы это. Да, острое угли. Мне нравится, что у нее одна перчатка. Это очень стильно. И у нее светлые волосы. Она очень мила. Прекрасно. Ну, это мы вам приготовили, так сказать. Сюрприз. Тут уже... Какой сюрприз. Какие волосы, какие туфли, хорошие сапоги. Начнем с пола. Тут уже не обсуждать, тут уже учиться надо. Я вам хочу сказать, что, ну, удивительно. Во-первых, до конца российской наукой не установлено, где у него начинаются обувь и заканчиваются ноги. Мы предполагаем, что линия проходит где-то вот здесь. Правда, Кристалл? Правда, Кристалл. Вот. Это фэшн-шоу? Это фэшн-шоу? Парикмахер. Вот такие у нас парикмахеры. Это стандартный парикмахер. Я люблю аэрстайл. Я думаю, что это много работы, чтобы делать это. Ну, вообще, мне нравится его прическа. Поверьте, мне очень много работы нужно оделать, чтобы сделать такую прическу. Много свободного времени. Лака. Много свободного лака. Много времени и лака для волосы. Так это объяснено. У нас есть для вас такое предложение. Тут разные карандаши. Мы хотим вам предложить. Сделать сейчас, помочь нам создать образ для человека, чью профессию одним словом не назовешь. Первая подсказка – это певец. Хорошо. А, он певец, да? Правильно выбран цвет. А, окей. Немного как ты. Так, Логин рисовали, как еще руки. Как ты знаешь, иногда это не плохо, чтобы... Сейчас получится... Получился одеколончик. В общем-то, корсеты на мужчину надеть. Подожди. Как Киркоров влез в рюмку. Нет, нет, нет. Так выглядит туалетная вода. Ой, посмотрите, посмотрите. Вот, пожалуйста. Слушайте. Может быть, какие-то аксессуары? А, немного аксессуаров. Аксессуаров, хорошо. У него будет сумочка. Напоминает камень. А обувь? На шею. Я так понимаю, это... Шопингует Филипп. Когда Филипп один дома. Ну что? О, да, конечно. Ну что, с ребрами, да? Что-то пожёстнее. Маттикулянно. Почему-то ребра у него так идут. Знаете, да, да, абсолютно. Вот. Вот это прекрасно. И шляпку. Я прошу вас. Я прошу вас. Дорогой, дорогой Жарболь. Будьте любезны, автограф, пожалуйста. Нам ещё это продавать. Афтограф. Напишите, для Ивана. Ивана, да, да. Спасибо. И Сергея. Привет, Сергей, Сергей. И вы любите. На одном. Прекрасно. Придётся общую квартиру. Дорогой Жарболь. А теперь время проверить, насколько правильно вы угадали. Внимание. Та-дам, 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 та-дам. Та-дам. О, о, это он. Ой, это он. Неплохо. Мне это нравится. Ему даже менять ничего не нужно. Я ему не нужен. Вы представляете, насколько он вырвался вперёд, да? Замечательно. Придётся ещё всё, корсетик. Да вот уже. До и после. До и после непонятно чего. Нет. До армии и после армии. До армии и вместо армии. Мы их, на самом деле, конечно, на самом деле, дорогой Жарболь, мы очень рады, что вы к нам приехали. Поскольку вы ещё остаётесь в Москве на какое-то время. Саша, ты напоминаешь мне героя сказок Сутеева. Вот продам чай. Здесь ещё не хватает очень толстой трубочки вот такой. Ягоду там. Знаешь, когда ёжик с зайцем ягоды искали? Вот, давай. Мы хотим провести с вами маленький тренинг. Представим вам основные слова и фразы, с которыми в Москве вы никогда не пропадёте. Не попадёте, не попадёте в плохую ситуацию, всегда остаётесь в притинге. Хорошо. Саша позволит. Значит, первая фраза, которая позволит вам быстро, легко доехать, например, с Казанского вокзала, скажет, до гостиницы. Да и даже до Парижа. По большому счёту. Серёж, пожалуйста. Давайте, вот, если можно, попробуйте сказать эту фразу. Мне в центр, брат. Мне в центр, брат. Мне в центр, брат. Прекрасно. Да, поверьте себя. Навряд ли таксист вам зарядит после этого. Ещё одна фраза, которая позволит вам всегда находиться в нормальном состоянии в России. Куда бы вы ни пришли, нужно сказать «Я пропущу». Я пропущу. Прекрасно. Осенний марафон, хорошо сидим. Очень важная фраза, которая позволит вам быть защищённым от многих неприятностей в нашей стране. и откроет вам большинство дверей. Практически так. Отвали, я сын депутата. Отвали. Я сын депутата. Я сын депутата. Я сын депутата. Это очень важно. Я сын депутата. Это правда. Потому что вы снитесь многим депутатам в нашей стране. И не только депутатам. Ну, в основном. У вас вы. Вот. Да, я сын депутата. Тем более, что вы похожи на сын депутата. У вас только часы нужно подороже и чуть-чуть футбол. Есть ещё фраза, которая, как бы, позволит вам выйти из любой ситуации. Нужно сказать. Извините, товарищ сержант. Извините, товарищ сержант. Извинишь, звараты, сержант. Вот на этом всё. А вот на этом всё. Дать на него же три зрителя надо. А вот на этом всё. Дорогие друзья. Вот здесь надо чётко. Мы счастливы вам объявить, что сегодня у нас в гостях, после своего показа, который вчера, шоу, которое прошло на Казанском вокзале, великий моделер Жан-Поль Готиев. Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно было. Спасибо огромное. До свидания. А курточку забрал. Вы знаете, друзья, Жан-Поль ушёл. А ощущения остались. А ощущения остались. Глядя на Сашу, надо, безусловно, нам спеть песенку... Про дьявола. Про дьявола морского. Именно так рисует морского дьявола. Жан-Поль Готиев. Жан-Поль Готиев. Друзья, пойдёмте, пойдёмте. Жан-Поль Готиев. Трезвый и пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела разлюбить. Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить. С ярколем сниматься, по местам стоять. Эй, нарубе отдержать. Дьяволу морскому возьмем бочонок рову. Ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Прекрати плавать сейчас же. Я тебя, моряк, успела разобрать. Не люблю я тебя. Мне теперь. Не люблю. Морской по нраву дьяволу. Хочу дьявола. Дьявола. Хочу любить. Хочу любить. Хочу любить. Игорь Золотовицкий в прожекторе «Пэрис Хилтон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...